Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Взрывы в Калиновке. В Украине один за другим взлетают на воздух склады с боеприпасами. В чем причина? Чуть помедленнее ЕС не в силах признать евроустремление Украины. Почему буксуют в сближении с Киевом? Семь раз подумай, один раз запости. США начинают мониторить страницы в соцсетях. Можно ли накликать отказ в визе? Страшная ночь в Калиновке. Под Винницей взлетел на воздух склад с боеприпасами. Пожар начался около 10 часов вечера и продолжается до сих пор. С огнем борются с помощью специальных танков, самолетов. Местные жители сначала спасались бегством и прятались в подвалах. Позднее началась эвакуация. И более 30 тысяч человек сейчас временно остались без крыши над головой. Взрывы в Калиновке расследует усиленная группа СБУ. Версий произошедшего несколько. Все подробности знает Станислав Кухарчук. Он сейчас на месте событий. С нами на связи. Станислав, здравствуй. Что известно о количестве пострадавших? Насколько активным остается огонь на данную минуту? И есть ли случаи мародерства? Добрый вечер, Наташа. Вот по информации спасателей известно сейчас о двоих пострадавших. По состоянию на эту минуту ситуация на пылающих складах относительно стабилизировалась. Хотя о полной локализации пожара пока говорить еще рано. Тем временем эксперты уже во все обсуждают. Как такое могли допустить? Я напомню, что это уже с начала года. Третий пожар на складах с боеприпасами. И второй только в течение последней недели. Это халатность или диверсия? Сейчас многие задают этот вопрос. Правда, ответа найти не могут. Военные склоняются к версии хорошо подготовленного теракта. Хотя еще днем СБУ официально эту версию не поддерживало. Тем временем в комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности уже подсчитали ущерб от пожара в Калиновке. По их подсчетам составил порядка 800 миллионов долларов. Это речь идет только об уничтоженных боеприпасах. А вот какую сумму составит ущерб, нанесенный гражданским объектом, сами понимаете, говорить еще рано. Напомню, что в зону поражения пылающих складов попали как минимум три населенных пункта. Вот, например, в селе Павловка пострадал едва ли не каждый второй дом. Люди оттуда ночью бежали в панике, забывая даже закрыть двери своих жилищ. Но некоторым семьям не удалось эвакуироваться. Они до сих пор еще находятся в селе. Вот, к примеру, дом Галины Гнатышиной не выдержал мощной взрывной волны. А если мне суждено, сдохнуть. Я сдохну, тут лучше дома, правильно? И вот относительно мародеров у нас уже есть информация. По предварительным данным правоохранители уже в Калиновке задержали шестерых мародеров. Также стоит отметить, что на ликвидацию последствий кабинет министра в Украине уже выделил 100 миллионов гривен. Хотя, похоже, это только начало. Сейчас на уровне области созданный штаб восстановления. И этот штаб восстановления будет заниматься, в том числе, и восстановлением сруйнованных объектов, и допомогой людям повернуться к нормальному жизни. Мы, как и в Балаклее, на ликвидацию этой надзвичайной ситуации, выделим сегодня урядом с резервного фонда такую же точную цифру 100 миллионов. А дальше будем смотреть на реальные потребы, реально людей. Близко 70% территории арсенала не постраждало от пожежи. Поблизу арсенала уже работают группы саперов, которые действуют заходы разминивания территории. Информация про наявность химической оружием на складах озброения ЗСУ в Калинице не отвечает действительности. Продолжение следует... Пока еще рано, потому что пожар на данную минуту еще не потушен. Наталья. Спасибо, Стас. Станислав Кухарчук отслеживает пожар в Калиновке и будет с нами на связи в случае необходимости. Невероятно сложная. Минувшая ночь стала для тех, кто живет рядом с воинской частью. Несмотря на заявления чиновников о полной эвакуации, покинуть зону поражения удалось не всем. С чего все началось, давайте узнаем. Ой-ой-ой! Первый взрыв жители Калиновки и окрестностей услышали около 10 вечера. Началось это без 20-10 вечера. Где-то так, примерно. Началось такое страшное, что... Затем началась канонада. Столбы огня и дыма были видны за 50 километров от воинской части. Местные дома, которых от эпицентра взрывов отделяют лишь несколько сотен метров, начали прятаться в подвалах. Было уже заполночь, когда руководство службы чрезвычайных ситуаций объявило об эвакуации жителей Калиновки и еще пяти ближайших сел. Спасатели вместе с силовиками отчитались. Обошли чуть ли не каждый дом, заглянули едва ли не в каждый погреб. Уже в 5 утра объявили. Всех местных жителей эвакуировали. Уже эвакуировали полностью население. С Калинка избрали сил. Полностью эвакуировали лекарню. И ситуация контроля, она стабильна. Но, как оказалось, эвакуировали не всех. Некоторые люди сами не захотели уезжать. Я в бомбосховищи была в Яугаре. Иду звідти. Куда идете? До дома, до середины. Так там же что, в той стороне есть бухты? Ну, то что я сделаю? Вы не боитесь? Не боюсь, что будет, то будет. А о ком-то просто забыли. Может, вы там документы взяли? Я с куртой все. Больше брала документы у меня. Ближе к полудню количество взрывов уменьшилось. В райцентре дома и админздания остались без окон. А вот в Павловке, расположенной в километре от складов, обломки снарядов угодили прямо в жилой дом. Он почти полностью выгорел. Около четырех минут мы пытались дозвониться в службу спасения. Еще через пять пожарные все же приехали. Утром военные полицейские оцепили район. Въезд запрещен всем гражданским, как со стороны Винницы, так и со стороны Бердичева. К эвакуации населения и ликвидации последствий приступили около полутора тысяч человек. Полсотни военной и пожарной техники. Вынужденных переселенцев отправили в ближайшие города. Большинство эвакуировали в Винницу. Тут для них организовали несколько центров временного пребывания. Мы развернули 14 пунктов, где люди имеют возможность прихистку над головой, где им есть возможность переночевать. Это село Калиньевского района, который находится в другую сторону от зоны урожения, на 20-25 километров. Это, как правило, сельские будинки культури, школы, местные амбулатории, детские садочки, где уже размещены лешки, где есть возможность им отримать горячее харчевание. В одном из таких временных приютов жители рассказали, что об убежище они узнали из СМИ. А помогают им преимущественно волонтеры. На них еда, теплая одежда и медикаменты. На месте ЧП побывал и народный депутат Сергей Каплин. Лидер социал-демократов, один из первых среди политиков, прибыл в Калиновку. Я абсолютно уверен и знаю точно, что в Министерстве обороны критичная ситуация с финансированием охраны таких объектов. И завтра может быть Чергова-Калиневка в Калуши, на атомной электростанции, будь-якой из атомных, на ГЭС и так далее. Сегодня нужно негайно прекратить практику раздачи портфелев за квотным принципом. Сейчас на месте работают около 100 лучших украинских саперов. Разминируют склады, где остается, по данным Минобороны, еще около 70% уцелевших боеприпасов. В том числе для таких систем залпового огня, как град, смерч и ураган. О возвращении местных жителей в свои дома речь пока не идет. Наталья Савченко, Даниил Снисар, Вадим Ревун. Подробности телеканал Интер. ЧП в Калиновке девятое по счету в серии аналогичных происшествий, начиная с 2003 года. До сих пор в статусе взрывоопасных были Донецкая, Запорожская, Луганская и Харьковская области. И в подавляющем большинстве случаев к трагедиям приводила служебная халатность. С началом конфликта на Донбассе в материалах расследований появляется формулировка «диверсия». В нашей подборке история взрывов на военных складах в Украине. 10 октября 2003 года в Бахмуте, тогда он назывался Артемовск, произошел пожар на складах 52-й механизированной бригады. На воздух взлетело около 3000 тонн снарядов. Два человека были ранены, осколками повредило более 150 зданий. Следствие выяснило, что пожар возник из-за использования сварочного аппарата. 6 мая 2004 года загорелись склады артиллерийской базы под Новобогдановкой в Запорожской области. Также из-за нарушения правил пожарной безопасности. Пять человек погибли, более 80 получили ранения, пострадали 7 населенных пунктов. Затем пожары возникали в июле 2005 и в августе 2006, в мае 2007. В 2007 погибли два пиротехника. Во всех этих случаях причиной было самовозгорание. 27 августа 2008 года из-за халатности военнослужащих произошел пожар в Лозовой Харьковской области. На территории 61-го арсенала хранилось 95 тысяч тонн боеприпасов, в том числе тактические ракеты «Луна-М». Практически полностью были разрушены здания воинской части, повреждены школа и жилые дома. 29 октября 2015 года сдетонировали снаряды в Сватово Луганской области. Повреждения получили несколько десятков зданий. Погибли четверо военнослужащих, еще четверо были ранены. Предполагали, что это диверсия боевиков, но затем следствие установило, пожар возник из-за халатности должностных лиц. 23 марта 2017 года пожар в Балаклее на военных складах, где хранились боеприпасы для сил ВСУ. Погибших не было, зато в городе и окрестных селах были разрушены десятки домов. Расследование до сих пор не завершено, причины не выяснены. В прошлую пятницу, 22 сентября, из-за поджога сухой травы на полях, загорелся склад возле села Новоянисоль в Донецкой области. Пожарным удалось погасить огонь в течение нескольких часов. Почему взрываются склады, когда это прекратится сегодня днем? Об этом должен был рассуждать военный кабинет, так называемый. Президент созвал всех топ-силовиков, премьера, но заседание уже несколько раз откладывали. Возле администрации президента сейчас находится мой коллега Александр Васильченко, он с нами на прямой связи. Саша, собрался ли кабинет? И если да, то до чего договорились? Саша, собрался ли кабинет? На месте чрезвычайного происшествия под Винницей в городе Калиновка. На заседании должны обсудить причины случившегося, возможные пути решения сложившейся ситуации. Информации мало, детали назначенной встречи держат пока в секрете. Отмечу, что участники заседания, если и зашли в администрацию президента, то в обход журналистов. С прессой никто не общается, никаких заявлений нет. Тем временем в президентской фракции уже анонсировали отставку главы генштаба Виктора Муженко. Нардеп Иван Винник заявил, об увольнении в ближайшее время должен сообщить сам президент или секретарь СНБО Александр Турчинов. По словам парламентария, это будет резонансное заявление о несоответствии муженко должности, так как это уже четвертый случай уничтожения склада боеприпасов за время проведения АТО. Вот и вся информация на эту минуту. Ждем начала встречи. Спасибо. Александр Васильченко сейчас в администрации президента ожидает начало заседания военного кабинета по Калиновке. Взрывы в Калиновке это результат бездействия правоохранительных органов, так считают в аппетитном блоке. По мнению политиков, после трагедии в Балаклее власти не сделали никаких выводов. Никто не был наказан, а причины пожара тайна за семью печатями. Эта трагедия свидетельствует о том, что правоохранительные органы в нашей стране занимаются преследованием политических оппонентов, давлением на бизнес и не выполняют функции защиты людей. Вот эта вседозвольность, вот эта бесконтрольность и отсутствие конкретных результатов по привлечению ответственных, оно порождает вот такие трагедии. Мы считаем, что крайне неэффективно работают правоохранительные органы. Из-за чрезвычайной ситуации в Калиновке изменены 47 маршрутов пассажирских поездов. Об этом предупреждает Укрзалезныйцы. Есть вероятность, что некоторые составы будут идти с опозданием до 8 часов. Железнодорожники просят пассажиров следить за объявлениями на станциях и там же уточнять информацию о расписании. Несмотря на ЧП в Винницкой области, правительство сегодня все же заседало. Премьер Гройсман утром вернулся из Калиновки. Кабмин выделил 1 миллиард 700 миллионов гривен на социально-экономические проекты в регионах. Основная часть этих денег пойдет на возведение окружного моста вокруг города Днепр, ремонт системы водоснабжения в Хмельницком и строительство областного перинатального центра в Луцке. Что это за проекты? Это детские садочки, школы, стадионы, поликлиники, другие медические заклады, дороги. Это больше тысячи проектов и объектов, которые будут реализованы местной владой на местах. Фактически, вот этот перелик... На произвол правоохранителей и нехватку господдержки жаловались сегодня предприниматели Шостки в Сумской области. Они сетуют на стоимость электроэнергии, из-за чего их продукция дорожает и становится просто неконкурентно способной. Кроме этого, бизнесмены платят единый социальный взнос, независимо от прибыли. А вот дешевых кредитов для малого бизнеса как не было, так и нет. Все эти месседжи лидер оппозиционного блока Юрий Бойко уже на следующей неделе внесет в парламент. По его словам, поддержка предпринимателей должна стать частью государственной политики. И фракция ОПА-блока будет требовать, чтобы соответствующие правки были внесены в проект бюджета. Недовольны оппозиционеры и пенсионные реформы, которые, по их мнению, лишь ухудшат жизнь пенсионеров. Мы категорически против того, чтобы правительство занималось вот таким измывательством над пенсионерами. Инфляция 80%, рост цен 100%, а поднятие пенсии за последние три года всего на 20%. При том, что деньги в бюджете есть, их надо отдать пенсионерам, отдать на социальные выплаты, а не кормить правоохранительные органы, силовиков, что сегодня делается. На Донбассе боевики снова активно бьют из тяжелого оружия. С начала суток 7 обстрелов. В ход пошли гранатометы, минометы запрещенного калибра, а возле Авдеевки даже танки. Горячо и в Маринке. О ситуации там расскажет Ирина Баглай. Этот передовой блокпост боевики сожгли, обстреляв из минометов. Несколько дней назад все вокруг накрыли плотным огнем. Был белый день, и что-то крупное упало. Что-то упало, и начало очень сильно гореть. Мы не успели затушить, и получается, погорелась вся трава, еще был сильный ветер. И перенеслось на пост. Чтобы выжечь все, наемники использовали мины с зажигательной смесью, предполагают военные. Они же тоже пожуют туда и горючие смеси, и все что угодно. Оно вспыхнуло? Да, оно вспыхнуло. Оно вспыхнуло, что заряды СССРПГ, что вот это все. Заливают середину так называемого коктейль молота и стреляют. То есть оно при взрыве не только осколками, но еще оно загорается. Бьют по Маринке боевики стихийно, пытаются застать армейцев врасплох. Здесь длительное время сохранялась тишина. А этот блокпост, который стал их целью, в прямой видимости врага, он перекрывает дорогу из захваченной наемниками Александровки. Напротив него был блокпост, и мы, получается, контролировали фермы. Наша задача была в том, чтобы, получается, товарищи второго поста не стреляли сзади. Мы должны были это контролировать, и дорога, которая была к Александровке. Совсем рядом заброшенная ферма. Периодически туда заходят мобильные группы противников. В проемах засекаем силуэты, но сложно понять, это корректировщики боевиков или манекены. Стреляя же из минометов, противник использует два приема. Гражданскую машину, то есть на прицеп положили миномет, подъехали, буквально даже могут на такую вот площадочку подъехать, выставить миномет, отработать по нашим позициям, свернуться и уехать. Второй прием бьют из-за спин людей. И Александровка, и Трудовские, они пользуются тем, что мы не можем ответить им, что они спрятали свои минометы среди домов, где мирные граждане живут. Это делается для того, чтобы погибнуть с тусунки войсковых с местным населением. С провокационного обстрела позиции 92-й бригады началось и сегодняшнее утро. Обстрел из стрелковой оружием это гранатомет. Обстрелы были из гранатомет, не можно сказать, что прицельные, но из стрелковой оружием четко били по позициям батальона. 92-я бригада уже почти год на передовом рубеже. Здесь же встретила 99-й день с момента своего основания. И многие из тех, кто еще ночью удержал оборону города, сегодня получили награды и подарки. Так, это по-честному звонят, это подарок командовача сухопутных визг Бройных сил Украины. Это по-честному народу, я уважаю, в Бройных силах Украины. Ирина Баглая, Андрей Косюк, Руслан Ревюк. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Аккуратнее со стыковкой. В Брюсселе раздумывают, стоит ли решаться на более тесные отношения с Киевом или пока не спешить. То есть признавать ли европейские устремления Украины в декларации по итогам саммита Восточного партнерства. Эта встреча, напомню, состоится в конце ноября. Кто конкретно не может определиться, выясняла Елена Абрамович. Пока Киев решает, какую новую цель поставить после безвиза и соглашения об ассоциации, ЕС подумывает о снижении планки. Послы стран Евросоюза провели первый раунд обсуждения формулировок, которые прозвучат по итогам саммита Восточного партнерства. Дискуссия непростая, так как некоторым странам не нравится фраза «ЕС признает европейские устремления Украины». Главная проблема, которую, начиная с сегодняшнего дня, послы будут обсуждать каждую неделю до саммита, это то, что в Нидерландах пока не сформировали правительство. И в Германии тоже только прошли выборы, и впереди сложные коллекционные переговоры. Эти две страны против, и в то же время не могут сейчас принимать решения, так как у них нет сейчас реального правительства. Нидерланды против многообещающих формулировок, так как там полтора года назад прошел референдум. Тогда, напомню, большинство жителей страны выступили против ассоциации Украины и Евросоюза. Поэтому, как вариант, послы обсуждают возможность сделать отдельную сноску в документе с позиции ГААГи. «Многие страны, Литва, Швеция, Польша, которые всегда были проукраинскими, раздражены тем, что Германия и Нидерланды отступают. Хотя и согласовывали такую формулировку в 2015-м в Рижской декларации, на последнем саммите Восточного партнерства. Это демонстрирует, что уровень амбиции снизился в ГААГе и в Берлине». Если послам не удастся найти решение, брюссельский саммит Восточного партнерства в ноябре может закончиться без итогового заявления, как это случилось в июле в Киеве на саммите Украины-ЕС. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала «Интер». Румынию и Болгарию позвали в Шенген. В Еврокомиссии заявили, что эти страны доказали свою способность защищать внешние границы Союза. К тому же расширение Шенгенской зоны улучшит ситуацию с мигрантами, считают в ЕС. Еще одно предложение Еврокомиссии разрешить странам Союза в случае необходимости возобновлять пограничный контроль внутри Шенгенской зоны, но максимум на два года. Апелляционный суд столицы рассматривает дело экс-министра юстиции Александра Лавриновича. Его защита оспаривает решение Печерского райсуда об аресте. Напомню, Лавриновича обвиняют в захвате власти. Сам же он утверждает, что Украина до сих пор живет по конституции образца 1996 года. За судебным процессом следит наша корреспондент Ольга Теребинская. Она с нами на связи. Оля, расскажи о том, что тебе известно. Да, добрый вечер в студии. Здесь в апелляционном суде с двух часов дня длится рассмотрение ходатайства защиты Александра Лавриновича. Они просят отменить меру пресечения содержания под стражей. Напомню, министру юстиции трех каденций, известному адвокату и одному из основателей народного руха Украины вменяют захват госвласти путем публикации решения Конституционного суда. В 2010 году, когда он руководил Минюстом, страна вернулась в Конституции образца 1996 года. Что расширило полномочия президента. Защита Лавриновича утверждает, риски, которые озвучила сторона обвинения, необоснованы, как и все подозрения в целом. Позиция адвокатов была и остается неизменной. Есть обвинения, которые абсолютно ничем не подкреплены. Злочин взагалі выгоднен, не установленный. Мне кажется, что суд это осуществует. Прокуроры, вместо того, чтобы привести какие-то риски, привести какие-то обставины, справы, рассказывают про какие-то политические речи. Я не залишаю веры в украинские правосудия. Но прокуроры настаивают в содержании под стражей необходимая мера пресечения. Таким образом, сторона обвинения предотвращает возможные попытки Лавриновича повлиять на других участников дела или же покинуть страну. Мы считаем, что решение Печерского районного суда является законным. Оно вызнало обрунтованным подозрой прокуратуры, которая сообщила на Лавриновичу. Мы обрунтовали те риски, которые существуют. Мы сейчас, снова таки, вы слышали, суду доводили свои доводы. Есть риски, что он может исчезнуть в связи с тем, что уже увеличивается обвинение. Сам Лавринович заявил, что виновным себя не считает. А подозрение, которое ему выдвинули, просто смешное. Дозра, ну, это какая-то форта Смагорья. Я вначале думал, что люди просто стараются непочувствовать реальность. А сейчас вижу, что они сами теперь верят в то, что я написал. И вот буквально минуту назад, вот сейчас все участники процесса покидают суд. Нам стало известно, что защита все-таки выиграла апелляцию и Лавриновича освободили. Студия. Спасибо, Оля. Ольга Теребинская с подробностями из апелляционного суда. Только что нам стало известно о том, что экс-министра юстиции Александра Лавриновича освободили из-под стражи. Ну и немного о тех, чьих грехов правоохранители не хотят видеть. Не как мы обещали вам новые подробности о коррупционных схемах замначальника главного следственного управления нацполиции Дмитрия Бута. Почти две недели наши журналисты разбирали коррупционные пазлы, которые он собрал. Давайте посмотрим, что получилось. Схемщик Дмитрий Бут в структуре МВД организовал целые потоки по отжиму бизнесов и выколачиванию денег. Прославился в 2015 году не столько показным задержанием в Кабмине экс-главы ГСЧС Бочковского, сколько провалом уголовного производства по нему. На самом деле функция Дмитрия Бута в нацполиции довольно любопытная. Он как конвейер поставляет огромные суммы для верхушки МВД. Если нужно, кидает и своих коллег по кабинету. Для вымогательства средств использует уголовные дела, открывает и закрывает их. Вот наглядный пример из собственных источников мы узнали под прикрытием расследования дел по Майдану. Бут отжал сельскохозяйственный бизнес у экс-замминистра внутренних дел Виктора Ратушняка. Тот каким-то образом владел 350 гектарами земли в Винницкой области. На экс-силовика повесили финансирование Ордло. И под этим предлогом было получено разрешение на проведение процессуальных действий 30 вполне прибыльных предприятий. Кстати, большинство из них не имеют никакого отношения к Ратушняку. Документацию изъяли, а бизнес Бут подмял под себя. То же самое повторилось и в Николаевской области. Подчиненные Бута под угрозой уголовного преследования скачали с фермера 100 тысяч долларов США. Подобные факты только в конце этого лета всплыли в Винницкой, Херсонской областях и Мариуполе. Совместно с довольно известным департаментом защиты экономики Бут создал целую схему подоению фирм, занимающихся обналичиванием денег. Работают по отлаженной схеме наезда. Вначале полицейские требуют откупные в сумме от 100 до 300 тысяч долларов, забирают их. А потом коммерсанту предлагают крышу главного следственного управления и департамента защиты экономики. В этой схеме Бут имеет 4% его коллеги, 2% от общей прибыли фирмы, а это миллионы в месяц. Несмотря на активную криминальную деятельность Дмитрия Бута, его в упор не видит ни один антикоррупционный орган. Кто же покрывает оборотня в погонах? Мы неоднократно требовали в своих предыдущих материалах на ПК проверить декларацию ее в соответствии с расходами полицейского чиновника. Но, как нам стало известно, из собственных источников Бут находится в дружеских отношениях с Аркадием Сесемко, заместителем начальника департамента финансового контроля нацагентства противодействия коррупции. Они вместе отдыхают и ездят на охоту. Тесно связан Бут и с начальником департамента защиты экономики нацполиции Дмитрием Чернием и его заместителем Владимиром Забродским. Также налажен тесный контакт с бывшим сотрудником ГПУ Сергеем Коваленко, который сейчас служит в центральном аппарате СБУ. Это не коррупция, это не схема. Эти связи позволяют оборотню в погонах не только ежемесячно грести миллионы долларов, но и в 2015 году отмазать от тюремного срока своего отца. Сергей Бут тогда занимался адвокатурой, попался на взятки в каких-то полторы тысячи долларов. При наличии полной доказательной базы уголовное дело закрыли. Нардеп Сергей Каплин отправил депутатский запрос в Запорожскую прокуратуру с требованием возобновить следствие. Это семейный подряд. Батька его, он разом. Фигуруют унистие справ, связанных с рейдерством, с дырницей, с коррупцией. И я официально обратюсь сегодня к керевниству НАБУ, обратюсь к керевниству НАЗК, с тем, чтобы в каком-то стыслей термины рассмотрели все мои свернения. Мы снова направили запросы в НАПК и НАБУ с вопросом, проверят ли они Дмитрия Бута на предмет коррупции и почему следственные органы до сих пор их в упор не видят. В следующих сюжетах мы покажем, как замначальника следственного управления нацполиции Дмитрий Бут за три года смог приобрести элитные недвижимости более чем на 2 миллиона долларов. Сколько стоит его автопарк? Откуда у чиновника с нешикарной зарплатой, шикарные дома, квартиры, шикарная жизнь его семьи и довольно частые поездки за рубеж? Расскажем всю правду и о тех, кто с ним в доле. Они ничем не лучше Бута. Кстати, Бут заказал, конечно, закровно нажитое серию материалов, отбеливающих его в СМИ. Мы не раз пытались взять комментарий у самого Бута. Безрезультатно. Свой бизнес он охраняет куда мощнее, чем государство Калиновские оружейные склады. Но история с Бутом закончится с куда более мощным взрывом для многих властимущих. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности. Телеканал Интер. В Николаеве обыскивают службу автодорог. Оперативники СБУ, нацполиции и прокуратуры нагрянули также в офис одного из подрядчиков. Официально силовики ситуацию не комментируют, но источники в прокуратуре сообщают о том, что расследуют растраты бюджетных средств. Якобы руководство службы автодорог перечислило частному подрядчику 400 тысяч гривен за работы, которые не проводились. Речь идет о ремонте трассы Николаев-Очаков. Оперативники изъяли документы. Задерживать никого не стали. В службе автодорог общаться с журналистами категорически отказались. За два года децентрализации в Украине создано более 413 объединенных территориальных громад. Первые из них получили существенную бюджетную поддержку. Среди них ОТГ в Смелянском районе Черкасской области. Единственной в этом регионе объединенной территориальной громаде исполнился год. Сегодня местные депутаты встретились с нардепом Сергеем Рудиком, говорили о проблемах, новых реформах и распределении бюджетных денег. К слову, со следующего года ОТГ будут получать финансирование напрямую из госбюджета. Мені важливо мати фідбек, то, що мої ініціативи мають реальне підгрунття на місцях. Є пропозиція голови села, формалізована. У мене є всі листи від кожного села, від кожного сільського голови, від кожного голови ОТГ. Коли є якась додаткова можливість, чи вибити кошти, чи проконтролювати, що робить уряд в цій чи іншій сфері, я завжди працюю по їхнім пропозиціям. Страниці в Фейсбуці і Твіттері більше не ваше личное пространство. США начнут мониторить соцсети, і уже через три недели данные со страниц будут попадать в досье потенціальних імигрантов і нуждающихся в візе. Як це повлияє на успіх в полученні положительного ответа, вяснюв Дмитрий Анопченко. Бо принято считати, що я пишу в Фейсбуці – це моє личне дело. Але зараз, як при аресті, все, що ви скажете, може бути використово проти вас. Міністерство внутрієї безпасності США объявило – с 18 октября вступають в силу нові правила. В досье любого імигранта теперь будуть в обязательному порядку включать данные о його страничках в соцсетях. Ім'я пользователя, псевдонимы, связанную с ними информацию, результаты поиска. Причем сделать это планирують не только для тех, кто претендует на вид на жительство или иммиграціонну визу, но і для тех, хто вже в країне. К примеру, обладателі грінкарт. Ні одна спецслужба в мірі не соберет о нас с вами столько информации, сколько ми вложили сами, разместив сотні фотографій і указав всіх друзів, колег, родственників і знакомих. Рані министерство вже заявляло, намерено собирати інформацію о страничках в соцсетях даже у тех людей, хто претендує просто на обычну туристическую американську визу. От цих планов не відказалися, просто пока не готовы справляться с таким огромним объемом інформації. Мониторить соцсети предлагають каждый раз, как только в Штатах происходит ЧП, которое классифицирують як внутренний терроризм. Мол, люди часто открыто заявляють о своїх екстремистських взглядах, і хорошо б отслеживати це ще до того, як було совершено притуплення. Це логично, але відповіять личні сообщення не чоловік, а комп'ютер буде. А він не способен ні смысл шутки понять, ні контекст прочувствувати, тільки зафіксувати ключеві слова. І емоціональне «так бесить, що убив би», бездушний комп'ютер однозначно воспримет як угрозу притуплення. Под контролем будуть в першу очередь выходці з так называемых проблемних стран, ті, де существує угроза терроризма. Але і нам з вами вже впору задуматься, а що ми пишем і що ми постимо. І не получится ли так, що коли-нібудь получим отказ в візі, тільки з-за того, що пошутили, або в серцях написали що-то. Але мониторингова система восприняла смысл цих слов абсолютно по-другому. З Вашингтона Дмитрия Нопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканала «Интер». США снова расширили санкції против Северной Кореї. Дополнительные ограничения касаются 30 юридических і физических лиц. Більнее всего ограничения ударять по 8 северокорейским банкам, в частности по их представительствам в Китае, России, Ливії і Об'єднённых Арабських Эмиратах. По словам министра финансов, США это необходимо, чтобы наказать финансовых посредников Пьяньяна. Как выглядит «Алмаз» стоимостью в 53 миллиона долларов? Что делали туристы на показе от Ивсен Лорана? И зачем НАСА отправляет зонд на солнце? Об этом и не только в нашем обзоре. Руководство соцсети Твиттер планирует увеличить количество знаков в сообщении. Вместо 140 символов в одной записи можно будет уместить в два раза больше. В Твиттере утверждают, это поможет людям более свободно излагать свои мысли. А вот сами пользователи считают, что новый формат хорош для тех, кто любит оскорблять. Пока режим экспериментальный и доступен не для всех. Леонардо Ди Каприо перевоплотится в Теодора Рузвельта. В биографическом фильме о жизни 26-го президента США он сыграет не только главную роль, но и будет продюсером. Фильм станет шестой совместной работой Ди Каприо и режиссера Мартина Скорсезе. Когда начнутся съемки, пока неизвестно. Высокая мода возле Эйфелевой башни. Французский дизайнер Ивсен Лоран устроил показ под открытым небом. В коллекции «Весна-лето 2018» Кутерье предлагает носить яркую одежду в стиле диско. Модели дефилировали в нарядах, щедро украшенных вышивкой. Также в коллекции много кожаной одежды. Посетителем события стали сотни туристов, которые прогуливались в этом районе. В НАСА показали, как готовиться к полету на Солнце. Космический зонд приблизится к светилу на 7 миллионов километров. Температура там достигает более тысячи градусов по Цельсию. Аппарат будет изучать потоки частиц, исходящих со звезды, так называемый солнечный ветер. Он вызывает проблемы со спутниками, перебои в энергоснабжении и связи. Миссия начнется следующим летом и продлится 7 лет. Она станет самой дорогой в истории НАСА – 750 миллионов долларов. Свыше 6 тысяч человек эвакуировали в убежище на острове Эмбайе в Вануату. Там проснулся вулкан Монаро. Огненная гора извергает километровые столбы пепла. На острове проживает около 10 тысяч человек. И если вулкан не успокоится, понадобится полная эвакуация. Последний раз Монаро извергался чуть больше 10 лет назад. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера, доброй ночи и до встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok